привет дорогие подписчики и гости моего канала с вами марина сегодня будем шить с вами что-то необычное но в то же время простое покажу подробно и у всех получится да это шелковая ткань она тонкая меня она давно кто-то дал я ее на флизелин но это не обязательно можно просто взять тонкую ткань любую а сейчас флизелин обязательно и на него я буду раскладывать лоскуты сумка с домиками пицца сумка у меня сделала на канале очень большое движение и много комментариев я поняла что вам понравилось и поэтому буду шить пиццу с цветами все просто покажу подробно и даже новичок справиться беру лоскуток в 4 слоя сложила обыкновенные маленькие ножницы и вырезаю цветочек как получится без всякого шаблона ровно неровно это все неважно будет незаметно и 4 цветочка готова 1 2 3 4 таким образом я вырезаю разные цветы взяла только однотонную ткань а это лоскут с василька помните я так радовалась что мне зеленые достались сейчас как раз пригодится между цветами нужно чтобы листочки проглядывали вот так я все раскладываю но просто же скажите ведь просто а теперь надо взять клей это называется клей-карандаш канцелярский клей-карандаш обыкновенный не для ткани и можно и бумагу склеивать а я вот использую в пицце это очень вам облегчает вашу работу ничего потом сыпаться не будет хоть немножко каждый лоскуток клеем вот так намазывать и все главное вот эти кружочки еще намазать и дальше я продолжаю все делаю одинаково и конечно надо подложить что-то меня мини-гладилка можно старую простынь желательно чтобы клей-карандаш уже засох теперь побрызгаю водой накладываю обыкновенную хлопковую ткань и надо утюгом сильно приутюжить или пригладить или припарить какое слово вам нравится такое вы услышали можно даже без ткани пройтись утюгом все будет плотно и дальше будет просто нужно взять органзу или старую тюль прозрачную желательно и накрыть пиццу с цветами приколоть иголочками и буду делать строчки строчки можно делать любые я буду шить на швейно-вышевальной машинке юника от фирмы эффектив потому что здесь есть строчка волна мне нравится пиццу шить этой строчкой я выставляю показатели любые можно поставить и у меня новинка лапка с разметкой я ее купила на одном сайте в интернет-магазине оставлю ссылочку вам в описании и вы посмотрите ей шить очень удобно особенно когда строчка прямая эти разметки красные ну вообще для маленьких можно сказать для самых-самых начинающих я раньше использовала малярный скотч чтобы расстояние между строчками соблюдать а теперь у меня есть лапка все просто такие помощники шитье они нужны знаете что я вам посоветую напишите себе свои желания что вы хотите купить себе для шитья потому что мы часто все забываем вот кто-то увидел сейчас лапкой мне надо потом забыл я тоже такая когда ваши близкие хотят вам сделать подарок можно у них попросить из этого списка что-то очень выгодно а я перехожу к ручкам все остатки кусочки я опять на флизелин это обыкновенная хлопковая ткань это я использую теперь лоскут который получила на сайте любимый василек теперь он меня выручает когда нужно вот небольшие куски это ручки сверху я тоже пришила органзу чтобы они были прочные и такие по стилю совпадали с сумкой все просто загибаю и прошиваю я уже делал такие ручки мне очень понравилось поэтому снова таки и сделала длина 45 50 это по вашему желанию меня готовы две части от сумки размер 43 на 38 по цветовой гамме они одинаковые но немножко цветочки отличаются чтобы было веселее можно сумку носить одной стороной или другой я показываю что низ я обработала строчкой зигзаг а верх я обработала косой бейкой обе части складываю пополам и буду делать шов это дно сумки на расстояние 1 сантиметр нужно сделать шов это мини гладилка и моя новая покупка маленький утюжок я в интернете искала и нашла самый лучший вес 420 грамм позже я сделаю обзор на него и конечно на экране будет как называется где купила а я в это время еще показываю как я сделала дно сумки соединила два шва и поверх еще две строчки прострочила ручки в этот момент нужно ручки пришить но есть небольшая хитрость ручки будем пришивать сейчас оставив два сантиметра верха сумки не прошитые карман я не знала показывать как делать карман но ведь смотрят меня и совсем новые мастерицы поэтому я покажу карман делаются просто до оставить место для выворачивания и прошить все готово я использовала флизелин вы можете не использовать это не обязательно я люблю так делать и нужно карман правильно пришить на сумочку чтобы было меньше швов нужно положить его дыркой вниз отверстием вниз и во время пришивания кармана будет шов утюжок маленький очень удобный в нем есть отпариватель водичку налил и пар пустил поэтому я буду им пользоваться всем советую запишите в список желаний кому надо и скажите вообще такой утюжок в дорогу удобный 420 грамм карман пришила большой под телефон под кошелек сумка получается плотная знаете любой вес выдержит очень многие меня спрашивают марина ручки там не прочные а что вообще собираетесь в сумках носить картошку я думаю в такой сумке никто картошку не понесет может быть фрукты или такой вопрос а что будет с сумкой после стирки но я не знаю когда вы выйдете сумку стирать подкладка темная вверх испачкать но если только специально смотрите я загнул вверх сумки вот в чем подсказка была не надо никак обрабатывать все и уже когда пришиваю по кругу сумки ручки такие крепкие уголочки срезала все сумочка готова дорогие зрители моего канала хочу вам сказать огромное спасибо за то что смотрите мои видео и пишите комментарии а сейчас хочу попросить поставить лайк вам не трудно а мне приятно но конечно кому понравилась моя сумка желаю вам всем удачного творчества хорошего настроения здоровья а это мелкие обрезки я из них буду шить наверное тоже пиццу но она будет другая напишите вы уже шили пиццу всем пока с вами была марина